всем большой привет ребята на связи алина и онлайн школа умску в этом видео мы разберем топ-5 самых простых заданий в егэ по географии для начала давайте познакомимся меня зовут алина сама я сдала егэ по географии дважды на 92 балла в 2018 мы 22 годах также летом прошлого года я окончила географический факультет мгу с красным дипломом на данный момент готовлю ребятки егэ по географии уже пятый год за это время я выпустила 38 стабальника в том году каждый пятый стабальник россии учился с нами а каждый третий мой выпускник сдал егэ на 80 плюс баллов сейчас мы находимся на моем youtube канале я рекомендую подписаться и поставить колокольчик чтобы быть в курсе всех выходящих видео онлайн трансляций и чтобы вы могли вместе готовиться к егэ помимо youtube у меня есть также телеграм-канал его можно найти через пояс географ и глобус или же перейти по ссылочке в описании к этому видео там много полезного для егэ поэтому буду ждать тебя в этом телеграм-канале плюс после просмотра этого видео ты сможешь получить полезные файлы которые я приготовила для тебя в телеграм-канале итак давай разбирать топ-5 самых простых заданий егэ по географии по крайней мере на мой взгляд однако сразу стоит отметить что к егэ по географии нельзя относиться как к экзамену самому простому вот этот миф который идет еще наверное с со времен о.г. важно понимать что средний балл егэ по географии в россии 54 и мне кажется что это очень мало для самого легкого экзамена да есть те задания которые не требуют фокуса которые можно научиться решать на раз-два но они лишь помогают тому чтобы можно было сфокусироваться на следующих заданиях мы разберем те пять заданий которые можно научиться решать действительно быстро и фокусироваться на более сложных номерах например заданиях второй части с развернутым ответом которые у нас очень обширны один из топов этих номеров это задание номер восемь для меня но сейчас уже более интуитивное как и для большинства моих учеников в моем курсе мастер-группа это задание которое посвящено теме населения мира здесь нам нужно указанные государства расположить в порядке возрастания показатели естественного прироста на тысячу жителей и для того чтобы решать это задание у него бывают некоторые трудности и нюансы если бы нам здесь например дали с вами францию зимбабве и соединенные штаты многие бы выбрали что в соединенных штатах показатель естественного природа самый низкий потому что многие запоминают естественный прирост только в зависимости от социально-экономического развития той или иной страны но это неправда в любой европейской стране уровень естественного прироста ниже чем странах переселенческого капитализма таких как израиль сша канада и австралия при этом если бы нам в этом задании дали например с вами венгрию и великобританию то многие бы также выбрали что в великобритании естественный прирост ниже но на самом деле страны с минимальным показателем естественного прироста это страны восточной европы но здесь мы руководствуемся логикой копейного стаканчика так называемого минимальный показатель естественного прироста характерен для стран европы в том числе россии или например японии далее это либо страны переселенческого капитализма но в этом номере они нам не встречаются значит дальше пойдут стран латинской америки у нас это колумбия и страны в которых наблюдается самый высокий уровень естественного прироста это самые экономически слабые страны менее развитые страны мира большая часть африканских стран и азиатских странную естественно в этом номере вам вряд ли когда-то попадется китай потому что в китае история достаточно сложная такие страны как например афганистан вот такого порядка стран могут встретиться и они будут попадать под логику кофейного стаканчика поэтому здесь минимальный показатель во франции далее в колумбии колумбии и максимальный показатель естественного прироста будет наблюдаться в зимбабве следующее задание это задание номер десять которое правда можно решать закрытыми глазами чаще всего это задание встречается на проценты и в нем мы выбираем те страны или регионы в которых значение больше ста процентов да действительно этот тип задания является самым распространенным но однажды на егэ попался вот такой номер где нужно было выбрать регионы в которых численность населения увеличивалась и здесь важно понимать что естественный прирост он положительный то есть идет прирост населения если значение естественного прироста больше нуля они больше единицы и он отрицательный если есть знак минус поэтому в этом задании мы смотрим на те страны да у него на те регионы первый регион здесь в процентном соотношении то есть здесь больше ста мы выбираем это и в четвертом регионе здесь все значения с положительным знаком а в первом и втором регион регионах здесь все значения с отрицательными знаками то есть если вы видите минус это отрицательный естественный прирост следующее задание это задание номер одиннадцать в котором мы работаем с изолиниями и она я считаю исключительно на внимательность нам надо сравнить показатели температуры воздуха в январе в указанных точках и расположить точки в порядке увеличения этих показателей здесь точка 1 у нас расположены между изотермой давайте между изотермой минус 16 и минус 14 . б между изотермой минус минус 22 и минус 24 нам надо расположить порядке увеличения этих показателей то есть сначала пойдет точка б в потом б потом . а и здесь обычно дают цифры поэтому . в она была бы цифрой 3 . b цифрой 2 и . а цифрой 1 в таком случае ответ 3 2 1 следующее задание это задание номер 13 для которого все что нам нужно знать это знать последовательность периодов начиная с палеозойской эры ну то есть снизу вверх для этого есть запоминалка который я рекомендую пользоваться каждый кембри отличный ордовик студент селур должен дивон можно кушать пончики можно курить папиросы курить каменно угольный папиросы и здесь у нас . и это конец как раз таки палеозойской эры дальше ты тряс юра юра мал мел опять же логическая пауза пей полиоген ночи неоген чай четвертичный заработаем с этой запоминалкой и в заданиях номер 13 выделяем периоды и соответственно расставляем их в порядке хронологическом обычно их спрашивают от самого раннего к самому позднему задание номер четырнадцать мне тоже кажется что это один из одной из самых простых заданий егэ здесь нам нужно просто посчитать разницу во времени школьники из челябинска пригласили на зум конференцию по истории ребят из москвы начало назначены на 12 часов по местному времени используя карту определите во сколько часов москвичи должны присоединиться конференции челябинск на 12 часов и москва здесь у нас как бы движение по сути получается на запад москва находится западнее поэтому разницу во времени мы вычитаем разницу во времени можно посчитать через номера часовых зон то есть 4 часовая зона минус 2 2 часа разницы во времени либо посмотреть вот на эти цифры которые написаны уже не римскими арабскими цифрами вот здесь написано плюс 2 то есть это разница с москвой 2 часа 12 минус 2 мы получаем 10 часов то есть ребята из москвы должны подключиться конференции в 10 часов все обычно задание номер 14 бывают вот такого типа это все что нужно знать по самым простым заданиям ким но это не значит что весь егэ по географии состоит из таких заданий поэтому обязательно забирай у меня в телеграм-канале полезный материал которым я спрогнозировала топ-5 заданий которые точно тебе встретиться на егэ большое спасибо за просмотр с вами была алина и онлайн школа умску до встречи на занятиях